итак друзья мои добрый день вы на канале блогер мы что делать если смартфон выключается при полной зарядки вот вы зарядили свой телефон до 100 процентов там до 90 до 80 вроде бы есть эти проценты да но смартфон все равно дает перезагрузку что делать в этой ситуации как исправить положение без похода в мастерскую и сэкономить время деньги и нервы в некоторых ситуациях да я скажу вам так что мы сегодня в этом видео будем разбирать эту проблему углублено потому я рекомендую вам ставить лайк чтобы стоял чтобы у вас ребят стоял чтобы у меня стоял чтобы у нас у всех с вами стоял это очень очень важно чтобы стоял очень всегда радуюсь когда стоит ребят лайк должен стоять все спасибо за взаимно за общую заботу и так мы с вами что проделаем во первых я рекомендую всегда извлекать в таких манипуляциях сим-карту почему потому что при сервисных командах на котором будем выполнять может блокнуться сим-карта к примеру некоторые функции да и так далее то есть мы с вами берем обычную скрепочку вот такую вот если у вас под рукой не скрепочки просто посмотрите сперва ребят видео если рекомендую сперва смотреть потом второй рассмотреть и делать вместе со мной потому что вам ведь надо чтоб вас получилось они чтобы не получилось согласны с первого раза никогда практически в жизни ничего не получается с первого раза идеально это во всем так не только в этом у меня с сим-карты как видите нет вы вытаскиваете свою и обязательно выключаем интернет для чего потому что к сожалению к сожалению большому сожалению даже возможно в вашем телефоне есть вредоносное п.о. который отправляет нас на свои сервера которым она в принципе работает до в связке информацию и телефон просто допустим вредоносный п.о. не нужно чтобы пользоваться телефоном он допустим ну более какие-то процессы допустим спам рассылки да если вы это будете пользоваться телефоном вы увидите и заблокируете процессы просто потому отключаем вай фай вытаскиваем сим-карту идем настройки идем настройки и кардинальным способом беремся за лупу вот она я берусь за свою выберете за свою и начинаем значит передергивать на клавиатуре нашего телефона следующее приложение 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 все приложения android я хочу сказать что если у вас что-то нет допустим вот я показываю до вас что-то нет ничего страшного смело пропускайте и делайте следующее что я показываю потому что в некоторых ситуациях это нет необходимости для некоторых брендов замечу очистить кэш окей идем взад идем взад пошли до самого упора здесь пишем сброс вай фай мобильной сети сброс вай фай мобильной сети bluetooth сбросить настройки ввожу пароль и сбрасываться настройки сети это нужен для обезвреживания если не дай бог у вас на телефоне вредоносное полу а но чаще есть к сожалению потому что даже если вы картинки там себе берете с интернета да то это может опять же привести к вредоносному полу и так что делаем следующем после всех этих проделанных простых манипуляций мы с вами выполняем сервисную команду вот зажима нажимаем кнопку включения выключения кнопку регулировки ромки сверх три раза быстро раз два три смотрите тут принцип такой лучше передергать чем не на дергать мы с вами достаем аппарат наш если вы просто смотрите там допустим другого телефона с компьютера доставайте уже свой прибор вот и начинаем передергивать вместе с вами раз два три и в этот момент резко зажимаем кнопку включения выключения кнопку регулировки громкости не смотрите раз два три и зажимаем и держим долго то есть манипуляции мы передергиваем с вами определенной техникой вот сервисная мы так вот передергиваем всегда о очень хорошо получилось и теперь мы с вами удовлетворили свои потребности значит в том что мы с вами хотели сделать телефон выключился то есть вы поняли да раз два три зажимаем кнопку включения выключения кнопку регулировки громкости вниз и держим до полного отключения нашего смартфона экран потухает выключается мы отпускаем эти кнопки и ждем когда телефон загрузится все телефон перезагрузился как видим и мы с вами радуемся я вас могу поздравить у вас получилось если это не помогает ничего страшного сейчас будем попадать меню рекавери в меню рекавери есть у вас телефон samsung скорее всего у вас может это не выйти но попробуйте почему не выйдет потому что там уже нужно подключение компьютеру через usb кабель до компьютера нашим но не во всех самсунгах напишите в комментариях если у вас самсунга модель своего телефона samsung то есть бренда модель напишите я вам подскажу помогу возможность даже сниму видео так зажимаем кнопку включения выключения кнопку регулировки громкости вниз и держим до полного выключения когда телефон выключится мы резко зажимаем и держим кнопку включения выключения кнопку регулировки громкости вверх телефон сейчас нам продемонстрирует свой бренд мы продолжаем держать наши кнопки во второго раз сейчас он демонстрирует бренд ничего страшного мы ждем и на третий раз когда бренд появляется мы с вами имеем возможность отпустить наши кнопки и попасть в меню recovery правильным образом для наших целей смотрите ребят если все не помогло что я сказал ранее да есть кардинальный способ это сброс hard reset до жесткий сброс к заводским настройкам хочу вас предупредить что такой сброс удалить все с вашего смартфона фото видео и так далее все 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 потому сделайте резервную копию чтобы с легкостью потом восстановить эти все данные если вы это не умеете делать дайте мне знать комментариях модели бренд своего телефона я покажу именно на вашем телефоне это сделать прямо на вашей модели телефона и вам будет все просто повторить так нам с вами нужно рискнуть вниз вайп дата у вас может называться там вайп дата факторы reset сакис фули и так далее мы кнопкой громкости вниз идем вниз кром кнопкой громкости вверх идем вверх а кнопка включения включения это подтверждение вайп дата и вот confirm все удалится тебя с телефона полностью все удалится и соответственно без возможности восстановления если вы не сделали резервную копию мне не надо это делать я нажимаю ребут ребуту систем перезагрузкой системы до друзья мои также не следует забывать что может проблема быть иметь место до всей этой пляски вокруг батареи то есть ваша батарея уже имеет износ колоссальный этого имеет смысл говорить об этом если телефон более двух лет то есть там уже как бы если вы его сильно удручали до использованием то допустим заряжали постоянно до 100 процентов и разряжали ниже 20 процентов тогда до 2 года и батарею надо менять потому что батарея это расходный материал но но есть возможность поменять ее дешево самому и быстро могу снять видео от и до как заказать батарею по оптовой цене очень дешево от 100 до 500 рублей максимум и самому поменять потому что батарея то все таки не камера не экран это не проблема поменять у ребят она не привязана не к материнской плате и так далее если хотите увидеть такое видео напишите мне в комментариях модели бренд своего телефона ставьте лайк если будет много желающих я сниму такое видео если нет соответственно ну значит никому не интересно не буду подписывайтесь на канал блогер мэн и ставьте колокольчик чтобы не пропустить выход нового видео которое вам обязательно будет полезно задавайте свои вопросы в комментариях а мы с вами прощаемся ненадолго скоро увидимся я желаю вам всего самого отличного хорошего настроения удачи и до скорого друзья мои пока пока